Спасибо. Я передаю слово Владиславу Брищенко, который расскажет о судебных приключениях Жанары уже в Украине. Он занимался делом Жанары с 2017 года. Пожалуйста, Владислав. Здравствуйте, я прошу вас за возможность выступить. Очень тонко и правильно сказано о том, что это были именно определенным образом приключения, а в чем они состояли, я вкратце сейчас попробую пояснить. Ну, с Жанарой Ахметовой и вообще с ее делом, и вообще с позицией и состоянием дел в Казахстане адвокаты нашего адвокатского объединения познакомились одной прекрасной ночью 21 октября 2017 года. Звучит уже как сказка или как какой-то рассказ. Когда ночью мне позвонил адвокат нашего адвокатского объединения Юлиан Харунжи и сказал, что к нему обратились представители фонда «Открытый диалог». Здесь в Украине под Киевом находится один из политических беженцев из Республики Казахстан, которого незаконно пытаются выдворить за территорию Украины. Тогда же мы ночью приехали, я и Юлиан Харунжей, домой к Жанаре Ахметовой, и уже дальше участвовали и наблюдали все эти события, которые с ней происходили. Что сперва нам бросилось в глаза? То, что органы полиции изначально даже не знали, по поводу чего они задерживают Жанару Ахметову. То есть, казалось бы, был экстрадиционный запрос из Республики Казахстан, были якобы какие-то документы, была якобы какая-то карточка Интерпола, которую никто не видел. Но когда Жанар Ахметову доставили в райотдел для составления протокола, вот этот протокол, 22 числа, если вы обратите внимание, здесь написано, что она задержана в час 46. На самом деле, фактически задержание произошло в 18 часов накануне, когда двое неизвестных людей в гражданской одежде, не предъявляя служебных удостоверений, приехали к ней домой, выключив свет на площадке и в квартире, выманили в коридор и попытались силой затолкать машину и увезти ее якобы для проведения каких-то следственных действий. Вот с этого все началось. Хорошо, что Жанара смогла привлечь внимание охраны этого жилого комплекса, хорошо, что было привлечено внимание и правозащитников к этой ситуации, и эти двое молодых неизвестных людей, которые, кстати, так и не установлены в органах следствия, несмотря на то, что мы сделали заявление об уголовном преступлении, не смогли осуществить то, что они планировали. То есть просто физически посадить машину и увезти. В результате был составлен вот этот протокол задержания. Что бы я хотел отметить из курьезного в этом протоколе задержания. Следователь, который его выписывал, даже вот в этой вроде грустной ситуации, было много курьезного. Следователь, который его выписывал, не мог сформулировать, в связи с чем она разыскивается, в связи с чем Жанара должна быть задержана. Здесь указано, что она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного в статье 177 Уголовного кодекса Республики Казахстан, мошенничество. Когда мы открыли в интернете, тут же в кабинете следователя этот кодекс, и сказали, что статья 177 это покушение на убийство первого президента Республики Казахстан Елбасы, а не мошенничество, следователь ничего не смог по этому поводу ответить, потому что он действительно ничего не знал. Это, кстати, в наших замечаниях прямо в протоколе здесь было указано, что в непонятном антиве задержания. Дальше состоялся сутки его, Святошинского района, и было принято определенное судебное решение. Ну, реалии жизни уголовного адвоката в Украине в том, что при задержании, при привлечении к уголовной ответственности, каждый первый пытается рассказывать о том, что он поддается политическим преследованиям, что дело сфабриковано. То есть мы к этому уже привыкли. Поэтому первым, что сделали наши адвокаты, это, послушав Женару, начали разбираться в доказательствах по этому делу. И мы, как адвокаты и как юристы, привыкли больше верить документам. Исследовав документы, а именно приговор Моедудского суда, которым Женара была осуждена, те доказательства и те документы, которые следовали в последующем, было нами установлено, что так называемое дело о мошенничестве является реально сфабрикованным. Это фактически имело место в результате кризиса невозможность выплатить долги. То есть из гражданского дела это превратилось в уголовное дело. Действительно был в полном объеме возмещен весь ущерб, который фигурировал как уголовный ущерб. На самом деле это была гражданская задолженность перед определенными лицами. И этот ущерб был погашен в полном объеме, подчеркиваю, то есть материальных претензий. Ни у кого из тех, кто считался потерпевшим по этому делу, к Женаре не было. И это было сделано еще по состоянию на вот этот приговор, по состоянию на 2009 год, что отражено прямо приговором. Причем большая часть долгов была добровольно погашена Женарой Ахметовой. Именно долгов, а не мошеннических действий. Далее мы начали разбираться с тем, почему Женар Ахметова вынуждена была сбежать из Казахстана и действительно ли это было связано с политическими преследованиями. Опять же, кроме слов, мы как адвокаты больше верили документам, поэтому мы затребовали у наших казахстанских коллег соответствующие документы, изучили их и пришли к выводу, что документы полностью подтверждают слова Женары Ахметовой о том, что она действительно поддавалась политическим преследованиям. В 2010 году она была условно освобождена от отбытия наказания в виде лишения свободы и находилась под пробационным надзором. Ущерб был погашен. То есть, если бы она тихо, мирно жила дальше, то, дождавшись определенного срока, она бы просто была высвобождена от уголовной ответственности. Никаких предпосылок к привлечению ее к уголовной ответственности не было. Никаких новых дел уголовных не было. Они в экстрадиационном запросе не фигурировали. Что стало основанием для того, чтобы Женара Ахметова бежала из Казахстана, это стали протоколы об административных правонарушениях, которые состояли в том, что нею делались посты в Фейсбуке, в которых приглашались люди в судебное заседание, в открытое судебное заседание, для того, чтобы поддержать того, либо иного человека, которого Казахстан по политическим мотивам привлекал к ответственности. Вот эти решения судов, здесь прямо четко указано. Пост в Фейсбуке, в котором она призывала людей приехать в открытое судебное заседание. То есть это не были призывы к свержению к власти, это не были призывы к какому-то неповиновению, гражданскому или силовому неповиновению. Это были призывы о том, что люди, открытый суд, теперь суд будет местом постоянных акций протеста, приедет, судебное заседание открыто. Особенности уголовного и уголовного процессуального законодательства Казахстана в том, что отсрочка исполнения приговора, которая была предоставлена, была бы отменена в случае систематически допускаемых административных нарушений. Именно для этого нужны были постановления суда о том, что якобы Женар Ахметова совершает административные правонарушения. Таких постановлений должно было быть три. Два уже было. Это был январь, это был февраль 2017 года, вот они. Одно было 10 января 2017 года, второе 23 февраля 2017 года. И в марте, поскольку Женар Ахметова перестала таким образом вести свою активную политическую деятельность и изменила ее форму, надо было сфабриковать еще любое административное правонарушение, которое стало бы основанием для того, чтобы отменить ее срочку и поместить ее под стражу. Мы были удивлены и, может быть, даже смеялись, если бы это не было так грустно. Третий админпротокол – это переход улицы в неположенном месте. Фактически, это третий админправонарушение, это основание для того, чтобы человека вернуть в тюрьму. В буквальном прямом смысле слова. Когда мы исследовали эти документы и установили, что действительно все, что рассказывает Женар Ахметова – это правда, и о том, что она подвергается именно политическим преследованиям, и о том, что она занималась журналистской оппозиционной деятельностью, о чем свидетельствовали предоставленные нам копии выступлений, газет, скриншоты страниц, мы включились активно в защиту ее интересов. И, несмотря на то, что ей был изначально избран экстрадиционный арест, сперва временный арест, потом экстрадиционный, мы последовательно в судах украинских доводили именно незаконность действий правоохранителей Украины и незаконность судебных решений первой инстанции. К сожалению, суды первой инстанции, изначально Киево-Святошинский суд, был следственным судем Киево-Святошинского суда, а в последующем следственным судем Шевченковского суда, приняли незаконное решение о том, что сперва ей был избран Женар Ахметовой. Временный арест, несмотря на то, что уже на этот момент жизни в Украине был экстрадиционный запрос Казахстана, а временный арест избирается до того, как придет этот административный запрос, экстрадиционный запрос. А в последующем было незаконно принято решение об экстрадиционном аресте. Но апелляционные суды украинские, за что мы очень благодарны в принципальной позиции судов, отметили эти нарушения, отменили данные решения. И сперва апелляционный суд Киевской области 8 ноября 2017 года признал и отменил незаконное постановление об избрании Женаря Ахметовой временного ареста, где прямо в тексте решения указано, что суд первой инстанции при постановлении своего определения вышел за пределы предоставленных законом полномочий, допустил истотное нарушение требований криминально-процессуального законодательства Украины, что и есть безусловным основанием для отмены судебного решения. В последующем апелляционный суд города Киева, который рассматривал нашу апелляционную жалобу на экстрадиционный арест, избранный Шевченковским судом, тоже отменил это решение, изменил его, благодаря широкой поддержке правозащитных организаций, благодаря поддержке Светланы Залищук, которая выступила, узнав эту ситуацию, выступила гарантом и поручителем надлежащего процессуального поведения Женара Ахметовой. И мера пресечения была изменена на поручительство Светланы Залищук, которая на тот момент жизни была народным депутатом Украины, за что ей огромное спасибо. Таким образом, правоохранительные органы и суды первой инстанции Украины уже допустили в отношении Женары Ахметовой здесь, в Украине, нарушение ее прав, абсолютно необоснованное нарушение ее прав, и в течение месяца она находилась под стражей уже в следственном изоляторе города Киева, ну то есть месяц, вот 21-го она была задержана, вот решение следственной апелляционной палаты города Киева, 22-го листопада 2017-го, то есть через месяц была освобождена. Что бы хотелось мне еще отметить? На данный момент Генеральная прокуратура продолжает проводить экстрадиционную проверку, хотя на наш взгляд уже все доволось достаточно ясно. Лица, согласно Конвенции о выдаче правопорушнику 57-го года, Европейской Конвенции, не подлежат выдаче в другие страны лица, которые преследуются там по политическим мотивам. Характер политических преследований Женара Ахметова был более чем доказан у нас уже и отображен в судебных решениях. Я бы хотел процитировать решение Киевского апелляционно-административного суда от 31-го июля 2018-го года, где мои коллеги из права на захист Женара Ахметова, мы тоже участвовали, обжаловали отказ миграционной службы, первый отказ миграционной службы в предоставлении ей статуса беженца. В судебном заседании, это вступившая в законную силу решение суда, в судебном заседании был исследован огромный массив документов, предоставленный моими коллегами из права на захист и Женарой, о том, что она является именно оппозиционным политическим деятелем, преследуется именно в связи с этим. Прямо в решении суда обозначено, что позывачем, то есть истицей Женары, было, тут на украинском, извините, немножко буду переводить, было предоставлено большое количество доказательств ее активной журналистской деятельности. Материалы дела содержат ряд фотографий, видеозаписей, распечаток статей из ЦА, которые подтверждают ее активную, в частности, оппозиционную деятельность на территории Казахстана, что может быть подтверждением политических мотивов к скасыванию пробации из ЦУ. Кроме того, в своем решении, которое вступило в законную силу, которое здесь действующее, обязательно для исполнения на всей территории Украины, апелляционный суд административный отметил следующее, тоже хочу процитировать прекрасная цитата, решение прекрасно выписано. Согласно конвенции о статусе беженца 1951 года и протокола 1967 года, понятие беженец включает в себя четыре основные основания, при наявности которых лицу должно быть предоставлено статус беженца. Перечислены все четыре эти основания, нахождение вне страны, невозможность обратиться за своей защитой правоохранительным и судебным органам страны, пребывание, политический характер проследования. При этом суд отмечает, цитирую дословно, в исследуемой ситуации судебная коллегия апелляционного суда усматривает наявность всех признаков, необходимых для позитивного решения вопроса о предоставлении заявительницы статуса беженца или особой, что требует додатковой защиты в Украине. Несмотря на это, казалось бы, уже довольно расписанное подробное решение административного суда Украины, государственная миграционная служба в очередной раз по непонятным причинам немотивированно отказывает Женария Ахметова о предоставлении статуса беженца. Если это произойдет и это решение устоит, следующим шагом будет решение прокуратуры о ее экстрадиции в Казахстан, против чего мы будем возражать и будем отстаивать свою позицию в судебных органах. Но чем это закончится неизвестно, потому что по состоянию на лето 2018 года, по-моему, уже в суде доказательствами все доказано в этом деле. Все прозрачно и понятно. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Мне просто извините, коллеги, надо бежать на судебное заседание. Какие-то вопросы у представителей СМИ, может быть, к адвокату? Ну, если нет вопросов, то спасибо большое, Владислав. Спасибо всем. Желаю удачи нам. Я передаю слово Светлане за лещу. Вопросы? Да, пожалуйста. Ви бачите, не так швидко вам прийшло зорієнтуватися, так як до питань Владислава, до серйозного дослідження, проведеного вами. Скажіть, будь ласка, Владислава, все-таки це великий термін, який ви працювали разом. І ви, як адвокат, питання в нормативно-правовому регулюванні. Чи достатньо в нас в Україні інструментів і механізмів, крім суду, ми почули про це, дуже зараз треба дослідити це питання так швидко, тому в мене іще будуть до вас питання письмове. Але зараз, скажіть, чи достатньо інструментів і механізмів, крім суду, щоб Україна своєю територією гідності, своїм ладом і порядком українського народу, держави Україна, ми могли використати в цій діяльності, яку зараз очікує яка очікує і весь український народ, і інші народи, країн-членів ООН, тому що це питання, за яким, я вважаю, дуже серйозне буде дослідження. Тобто, я хочу вас на площину території гідності, якщо ви можете назвати, чи достатньо, чи просто недостатньо використали, чи командую, чи, власне, ви. Це не таке швидке питання, вибачте, треба ще прочитати деякі моменти. Дякую. Дякую за нього. Мені було б зручніше, звичайно, відповісти вам українську мову, але, зважаючи, що наша трансляція буде йти на інші країни, то спробую відповісти російську, але мені трошки важковато. Оперую термінами українською. Дякую за переглядом. Як ви абсолютно правильно подметили, територію вигідності. Т.е. Іграють ли якісь політичні мотиви нами, чи ми самі вистраємо свої політичні реалиї і самі готові діювати согласно нашого ж законодавства, яке ми приняли, яке діювати у нас на території України, яке ми, допустим, ратифіціровали з европейського законодавства. Тому, как именно законодавательні норми прямо і однозначно говорят о том, які обращаються к государству Україна за помощью от политичних преследований, должны получить эту помощь. Ну, це логично, і це буде характеризувати Україну як сильне і независиме государство на міжнародній рене. Ну, я так розмачиваю цю ситуацію. Це буде говорити о статусі України в тому числе. Достаточно ли України правових методів? Я считаю, що їх більше чем достаточно. ці методи правові предусмотрені, ці полномочия передані і миграцій службі. Процедура доволі подробно і расписана, і она не така уж сложна і замудрінна, як кажеться. Я більше объяснял, чим на самом деле юристу потребується времени, щоб розібратися в цьому діле, зная факты. Поэтому, почему не работають механизмы, предусмотренные законодательством, вот це самый главний вопрос, і самый неприятний вопрос, к сожалению, который ми наблюдаєм. І защиту получаємо тільки в судебних органах, і то в органах на уровні апелляційних інстанцій. Якщо ви обратили внимание, следственні суди районних інстанцій удовлетворяли требования прокурора об избрании того ли нового меропресечення, связанного с содержанием подстражей. А вот апелляция, разобравшись в этой же ситуации, под точно тем же материалом, принимала кардинальные решения и отмечала грубое нарушение законодательства. Что касается решения миграційной службы, как вы видите, суд первой інстанції, опять же, ее поддерживает, а апелляційный суд прекрасно и мотивированно расписав это в своем решении. То есть, почему не работают эти механизмы, я не знаю. Кроме судебных механизмов, они есть в Украине. Есть и уполномоченные по правам человека, есть и служба миграции, которая должна это все принимать во внимание. Почему они не работают? Трассные чинники могут действовать. Дякую, Вячеслав, вы поспешаете. Еще малесенькое таке питание. Чи знаете вы, куди в эту секунду сегодня вернуться, кроме суду, где можно это вопрос решить? То есть, есть у вас версия такая? Дякую вам заранее. Я Людмила Олійник, Медия Майдан, Територия Гидности. Дякую. Первое, куда мы уже обращались, это миграционная служба. Второе, суд. Но я, как представитель адвокатского объединения, который защищает Дженару Ахметову именно в рамках уголовного процесса, хочу обратить внимание на эту ситуацию генерального прокурора, который уполномочен принимать решение об экстрадиции либо отказе в экстрадиции, потому что непредоставление статуса беженца это ответственность, пусть будет моральная или политическая государственная миграционная служба, но есть параллельно совсем другой процесс, который несколько связан с этим, но не является идентичным ему, а именно решение о передаче в экстрадиционной уголовной процедуре. Поэтому сейчас, в данный момент, необходимо обратиться к новоназначенному генеральному прокурору, к новой команде генеральной прокуратуры, теперь это уже офис генерального прокурора, для того, чтобы проанализировав имеющиеся в экстрадиционном деле доказательства, которых мы считаем более чем достаточной, и которые суд считает более чем достаточной, принять решение об отказе в выдаче по экстрадиционному запросу Казахстану Жанары Ахметовой, потому что этот экстрадиционный запрос полностью связан с политическими преследованиями. Спасибо большое.